здравствуйте меня зовут екатерина и я приветствую вас на канале одиссея кати и сергей сегодня тема нашей передачи дикий пляжный отдых на острове суматра о том где находится суматра и как до нее добраться смотрите в нашем ролике как добраться до суматры остров суматра не очень туристическое место и возможностей для дикого отдыха там много но мы будем говорить о проверенных местах и так волшебное место которым я вам поведаю находится недалеко от города паданг от паданга на такси надо доехать до бунгус например до гестхауса лосман карлос он есть на карте или до гестхауса тин-тин лосман стоит дороже и соответственно выше уровень тин-тин дешевле а лодки на острова нужно договариваться заранее поэтому скорее всего вам придется первую ночь провести в гестхаусе где найти лодку в гесте лосман такие услуги предлагаются но стоят дороже чем например в гесте тин-тин говорят что еще можно поспрашивать у местных рыбаков возможно выйдет еще дешевле только нужно уточнять что входит в стоимость мы договорились в гесте тин-тин за 700 тысяч рупий в эту стоимость входил доставка на остров и обратно палатку с дырявым тентом проверяйте керосиновая горелка посуда два спальника но лучше иметь свои маленький матрас маски и трубки 20 литров воды мачете перочинный нож рыболовные снасти все эти вещи необходимы а также надо иметь фонарик темнеет в 19.00 зажигалку лучше еще и спички средства от комаров средства от солнца еда магазинов на островах не будет на деревьях растут кокосы в море рыба но добывать их непросто и так идти на лодке до островов 30-40 минут прогулка очень приятные и живописные нам предложили выбрать один из пяти островов 1 остров без людей реально необитаемый но с маленькой пляжной линии и мертвыми кораллами следовательно не очень привлекательный для ныря 2 остров тоже без людей но у берега рыбацкие постройки и рыбаки могут торчать на острове везде третий остров даже имеет название пока это остров с хозяином стоимость проживания на острове 25 тысяч рупий за ночь с человеком на острове постоянно проживают два-три местных есть заброшенные домики на вес место для готовки гамаки красивый большой пляж четвертый остров с людьми на острове стоит домик в котором со слов местных проводят свои каникулы австралийцы но когда мы там были там жили три рыбака большой пляж красивый подводный мир пальмы кокосы есть еще один остров который нам даже не рекомендовали там живет много больших змей остров необитаемый огромный пляж пальмы самый удаленный от берега но и самый опасный мы выбрали четвертый остров тот что с рыбаками но жили далеко от них и не пересекались мы провели там четыре прекрасных дня вот он вот и все надеюсь наша передача помогла вам сориентироваться в данном вопросе если что-то осталось непонятным пишите в комментариях разберемся и до подписывайтесь на наш канал будет интересно пока